Уже не первый год одна из главных проблем двусторонних взаимоотношений Приднестровья и Молдовы возобновление полноценного железнодорожного сообщения по территории Приднестровья. В новом году работа в этом направлении активизировалась. Прошли консультации на высшем уровне и встречи экспертов в области железнодорожного транспорта и таможенного оформления. На сегодняшней встрече в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе политические представители Приднестровья и Молдовы в присутствии участников формата 5 плюс 2 согласовали основные вопросы, необходимые для подписания протокольного решения о возобновлении железнодорожного сообщения по территории Приднестровья. Мы предлагаем остановиться на схеме создания совместных таможенных зон и совместных таможенных постов, которые будут организованы на паритетной основе, соответственно, на территории Приднестровья и на территории Молдовы. Эта схема позволит осуществлять обмен информацией, необходимые согласовательные процедуры и полноценное таможенное оформление. Возобновление полноценного грузового и пассажирского железнодорожного движения по территории Приднестровья положительно скажется на экономике республики. Сегодня многие производители несут существенные убытки из-за увеличения маршрутов, по которым они экспортируют или импортируют товары. Но главная новость прошедших сегодня в Кишиневе консультаций – уже совсем скоро в Тирасполе пройдет встреча президента Приднестровья Евгения Шевчука и премьер-министра Молдовы Влада Филата. Эта встреча станет логическим продолжением их общения, начатого в январе в городе Одесса, где было выражено намерение возобновить работу по запуску полноценного железнодорожного сообщения. С того момента была проделана достаточно большая работа, и мы надеемся, что в пятницу 30 марта удастся подписать то самое временное соглашение, которое ляжет в основу будущих взаимоотношений в данном направлении. Тем не менее, по утверждению Нины Штански, работа в области железнодорожного взаимодействия продолжится, так как соглашение, о подписании которого идет речь, будет временным, своеобразным пилотным проектом, который должен показать действенность выработанного механизма. Андрей Малеван и Олег Бахчеван, Первый республиканский телеканал.